Здравствуйте, это мой онлайн-дневник. Сегодня мы едем в Сергеев Посад смотреть достопримечательности. Погода хорошая, холодная, солнышко, мороз и солнце. День чудесный, едем в Сергеев Посад, слушаем Розенбаума. Так что, дорогие фолловеры, последователи, подписчики, оставайтесь на связи. Сегодня будет много сторис. Извините. Пройдет и ты примешь меня, примешь ты меня, нынешним, нам не жить. А я буду Диме посвящать песню всю. Мы расстались, расстались. В воздухе крикнет, последний мой бумажный параход. Итак, друзья, мы приехали в Сергеев Посад. Входят в Золотое Кольцо России. Культурное, религиозное, историческое наследие нашей Родины. И моя малая Родина. И его малая Родина. У меня мама отсюда. У него мама отсюда. Скажи что-нибудь еще, я повторю. Ищем экскурсию. Это, собственно, Сергей Раднишский, который все тут все организовал. 1300 каком-то, если не ошибаюсь. Так, в общем, мы ждем гида, который пройдет нам экскурсию. А я вам потом перескажу. И сейчас Лавра, это действующий мужской монастырь. Здесь живет почти 300 монахов. То есть монастырь большой. И территориальная, вот внутри, площадью своей монастырь на три части разбит. Это последний преимператор Александр III. Потому что немаловажно, вот все храмы, Троицкий собор. И именно здесь, вот на этом самом месте, преподобный Сергий построил деревянный храм, когда только-только сюда пришел. Когда еще здесь был глухой лес, когда он был отшельником. То есть отсюда начинается, в физическом смысле слова, да, монастырка Крекоперок, этот стереотип не верен. Просто тут, понимаете, есть вот интересный момент. Стереотип, любой стереотип отражает что всегда? Он отражает мифологию, он отражает архетипы. А архетипы, они тоже имеют место быть. Это, как бы, свойство нашей психики. Но они не всегда верны. То есть вот судить по стереотипам нельзя. И вот, понимаете, просто есть два устойчивых мифа. Весьма забавно, кстати. В миф написано лейбл у изготовителя. Но тут написано Новиков, Рыбов, не помню, товарищество. Это так, Москва. Дело в том, что эту плитку сказал Мерцегин. Мерцегин. Весел раньше 65 тонн. В советское время все большие колокола были сбросы и разбиты. Сейчас их там всего 25. И самый большой весит 72 тонн. Вот, кстати, вот если посмотреть, вот где два прожектора торчит, видите? Вот темная масса наверху, это его, ну, это его кайша, друг говоря. Он очень большой, 4,5 метра в высоту. Он весит 72 тонны сам и плюс 2 тонны весит его язык. Он раскачивает минимум 8 человек. Как же он висит, а как же он не ломает? Да, ему-то чего, господи. Не, ну колокольно на это и рассчитано. Он психологически стабилен. И все усилия вкладывал в развитие государства. Вот, вскоре после покорения Казани-Астрахани, когда мы освоили Веселинболги, накладывается в Россию два собора. В 1956 году накладывается храма Селия Блаженного на Красной площади. В 1959 году вот этот самый собор, где мы стоим. И что интересно, наш Успенский собор, вот этот, является прямой калькой. С Маркусом Успенского Успенского собора. Если хотите воды набрать или попить, можете пройти прямо по часам, я помню, джет с креста. И вот здесь, рядом с Успенским собором, находится могила единственного русского царя, который похоронен не в Кремлении, в Петропавловской крепости. Борис Годунов и его семья вот здесь покоится он сам. Его убитая жена Мария, Смеходор и дочь Ксения. То есть это последнее погребение всей вот этой короткой династии. И он... Я знаю, что с какой-то стороны не часы, а календарь, который показывает день и джет с китая. Ничего себе. А как он работает на тени? Знаете, если честно, не особо вот в этом разбираюсь, я знаю, что называется это Гноман или же Астралябия солнечная. Да не его написано. Астралябия это... Итак, друзья, Лавру мы посмотрели, будете в этих краях обязательно к посещениях поехать дальше на... куда? Я не знаю, как это называется. Какие-то родники и водопады и все остальное здесь. Прям поля снежные. Любовь, это надо посыпаться. Вот это вот все. Россия! У нас такого нет. О, я тревел-блогер сегодня. Точно, я понял. Я понял. Хасан, ты выбрал себе православное имя? Исак? Так, мы пытаемся разобраться, куда идти туда. Или туда, нам говорили, через лес какой-то, каким-то водопадом, указателем. А, это источник, да? Дальше, значит, наверное. Воу. Купель. Судя по всему, там можно искупелиться. Искупелимся, Хасан? Мась, бомбочка. Как ярые феминисты заметили дискриминацию. Мужская раздевалка около купеля, а женская напротив. То есть женщине нужно пробежаться. Так, пацаны, судя по всему, решили искупелиться. Хас, что ты делаешь? Купаться пойдете. Развучит так себе. Смотри, тут прям вот, я что-то там разговариваю, я что-то и... Искупелиться. Не, я здесь не буду купаться. Я не буду. Русь, матушка. Трапезные. Мы решили оттрапезничать. Сейчас оттрапезничаем, так оттрапезничаем. Снять, как мы трапезничаем. Сегодня на трапезу у нас была соляночка, супчик, пельмешки, блины, и чаек, и яичко. Смотрите, как прикольно солнце светит вверх столбом. What? Снежный ангел, да, руками, ногами, вверх, вниз, сильнее. И руками, руками сильнее. Амплитуду. Исааки, давай амплитуду сильнее. Еще. О, нормальночки. Ой, мы куда-то заехали. Непонятно куда. Снеговая бабка, снеговая бабка. Ну, как тебе, Россия, матушка? Россия! Россия! Ребята, почему-то был мой тревел-блог. Мы были в Сергиевом Посаде и тут в окрестностях. Всем спасибо, мы поехали домой. До свидания. Лайк, подписка, колокольчик.